Добрый день! Насколько это сложно и самое главное, что всех, наверное, волнует, насколько это дорого? Построение бренда в соцсетях, ну и многое другое. То, что сейчас, в период пандемии, стало наиболее актуальным? Еще как! Нас раньше называли стартаперы, фрилансеры, и это еще все с ударениями, опечатками было. А во время пандемии, конечно, изменилось. Что говорит? Финансовая отчетность Вайлберрис или Озон, можно сказать. Про зарубежные рынки вы можете посмотреть, как капитализация компании выросла. Но вообще, Илья, вы ведь этой деятельностью начали заниматься задолго до пандемии. Почему вы решили выводить именно российские товары на рынок США? Например, не китайские. Это, возможно, было бы выгоднее, нет? Ну, вы знаете, идея родилась 7 лет назад, когда был скачок курса доллара. Я тогда как раз еще в банке успел поработать немножко, и я видел, что происходило с рынком. Плюс до этого момента имел возможность отдыхать в Штатах, посмотреть, как там рынок, как потребление, как люди вообще к новым идеям относятся. Поскольку Китай мне был непонятен, подумал, почему бы не попробовать Россию. У меня были знакомые производственники, и как-то так волей судьбы все совпало. Ну и пошло-поехало. Помните ли вы самый первый из своих опытов? Это сложно забыть. Это компания «Энергон». Это компания из Гатчины, замечу, это Ленинградскую область. Может, вы видели на заправках такие конфетки в виде патронов 12-го калибра. Там на них рекламная надпись «Энергон прогонит сон». Жвачки со добавлением кофеина. Вот. И с этой компанией бренд назывался «Миншотс». Мы зашли и в небольшие американские сети, в ритейл. Они на Амазон встали. По определенным причинам проект заглох. Была стрельба в Штатах. Нас из ритейла отовсюду вывели, потому что упаковка провокационная. А вообще, вот когда вы начали этим бизнесом заниматься в России, этот рынок, эта ниша, она была занята? Много у вас конкурентов было тогда? И сколько их сейчас? И сложно ли от них отличаться? Ну, вы знаете, у нас за все время компании, мы ни рубля не потратили на рекламу. Я не сравниваю и не занимался этим никогда с другими компаниями. Мы как бы знаем, как они работают, да. Но что сравнивать «Слона» и «Моську»? Все-таки у нас изначально аналитический подход к ведению бизнеса. То есть, посмотрите, как делают. Сначала придумают продукт, наймут штат людей и будут думать, как это продавать. Как код матроски. Помните, чтобы купить что-то не нужно, нужно продать что-то не нужно. А у нас же построение и именно стратегия немножко отличаются. То есть, изначально мы делаем аналитику. Это аналитика не только, соответственно, внутри маркетплейсов. Это и за пределами. Мы смотрим, какие креативы компании делают конкуренты. В чем тренд. Будет ли он сохраняться в ближайшие несколько лет. То есть, по сути, наша задача создать продукт на основе аналитики и поведенческой модели потенциального покупателя. Только при таком раскладе, при такой работе, это на самом деле огромный труд, что-то возможно, соответственно, продавать. При других моментах порой лучше даже не браться. Здесь даже вопрос не денег. Бывает, мы сразу понимаем, что товар не заходит. И он абсолютно не для этого рынка. Там есть некоторые логистические особенности, сертификационные. То есть, это нужно все считать, смотреть. Это не только маркетинг. Это и про логистику. А что касаемо других компаний или кто, соответственно, чем-то похожим занимается. Ну, понимаете, мы, наверное, были родоначальниками в этом. У нас большая команда, сплоченная. Я искренне люблю и уважаю каждого сотрудника, потому что он проходит огромный отбор, чтобы быть частичкой нашей такой большой семьи. Поэтому, наверное, здесь все вместе работает. Кадр решает все, давайте проще скажем. Можно иметь много денег, но не иметь команду. Вот в нашей сфере самое главное – это команда. А вот этот подход, о котором вы рассказываете, да, построение работы – это что-то уникальное? Или это просто как должно быть, но не все так могут? Все по-разному подходят. Просто когда у тебя один раз получилось, это может быть случайность. Когда два раза, ну, задумаешься. Когда уже, в принципе, это отработанная схема. Здесь не только идет аналитика, здесь и отдел дизайна, здесь и съемки, здесь и сертификации, и другие, соответственно, люди, какие-то подрядчики. Когда это уже отработано не на десяти, а больше компаниях, то здесь уже, конечно, подход, наверное, наиболее правильный. И, конечно, какие-то секреты мы не рассказываем, да и не расскажем никогда. Шучу, конечно. Но, тем не менее, да, мы им пользуемся и стараемся от него не отступать. Нужно настолько руку на пульсе держать, нужно этим каждый день заниматься, а не так, что ты позанимался один раз, я не знаю, два часа в неделю и отпустил. Нет, настолько быстро меняются алгоритмы внутри маркетплейсов, внутри социальных сетей. И если ты это не отслеживаешь ежедневно, если ты в этом не работаешь ежедневно, то, соответственно, кто-то будет каждый раз впереди тебя. А в среднем понять, товар вообще зашел на рынок, нет, примерно время занимает от трех до шести месяцев. То есть, если суммируют, там, где-то еще плюс 3-6 месяцев, это момент производства, организации, структуры, там, аналитика. То есть, в среднем, от полгода до года. Ну, и, соответственно, дальше, в принципе, понимаешь вообще, есть смысл продолжать или нет. Ну, вот об этом сейчас и начнем говорить вообще о том, как выйти на зарубежные рынки. Ну, вот один, наверное, из первых вопросов. Вообще, российские бизнесмены, они часто сталкиваются со сложностью выводов товара на внешние рынки? И с чем эти сложности связаны? Наиболее частый вопрос, то есть, мне задается, это первое, конечно, по поводу санкционной политики и так далее, да. Вот, на самом деле, с этим проблем, ну, пока мы не встречали, мы берем не сырьевой, естественно, экспорт. Более того, мы, например, вот как компания, и, в принципе, я любым предпринимателям советую всегда адаптировать товар так, чтобы не понимали, что он из России, грубо говоря. То есть, чтобы у него было написано только «made in Russia», некоторые делают «made in RF», и покупатель у вас не задумается, если у вас товар качественный, если дизайн хороший, а он об этом никогда не задумается. Ну, то есть, есть некое предвзятое отношение все-таки вы об этом? Нет, нет, мы не встречали. Какие еще сложности могут быть? Ну, конечно, это документация. То есть, более того, документация в каком смысле, то есть, именно через какую компанию субподрядчика работать, то есть, кто именно сможет, например, протоколы лабораторных испытаний сделать, там, сертификацию, то есть, брокер кто будет, как сделать юрлицу, как проверить это юрлицу, то есть, партнеры за рубежом. Вот, скорее, такие логистические моменты, то есть, не понимают. А уже маркетинг в меньшей степени волнует. Я беру компании в основном где-то вот с оборотом от 10 миллиардов, грубо говоря, да, и компании там, ну, 100 миллионов оборотов на рублей в год, да. У них одни и те же вопросы, поверьте. А вообще вывезти на рынок Америки можно любой товар? Нет, не любой. Мы никогда не беремся, конечно же, это все, что связано с таблетками, с медициной, потому что это очень сложная сертификация, это долгая, не факт, что будет. Вот на 2018 год я знал только одну компанию, которая смогла по медицине сертифицировать, и то они вместе с, у них, так сказать, холтинг вместе с израильской, одной известной компанией. Я никогда не советую электронику, либо электричество, потому что это очень тяжелая ниша, тоже первое, по документации, второе, китайцы, если видят какую-то разработку, они сразу начинают ее, ну, так сказать, повторять. И плюс в нише электроники все очень быстро устаревает, те деньги, которые затраты вашей компании может понести, они будут невыгодны. В каждой нише есть свои нюансы, нас всегда спрашивают, ой, а какой вот товар нам продавать? Я говорю, ребят, а если бы я знал, какой товар вот нужно продавать, неужели я кому-то бы сказал? Ну и смеемся, конечно, после этого. Но мы некую медиану выявили, то есть это где-то товар от 15 до 50 долларов, желательно без срока в годности, без какой-либо документации, то есть именно сложные сертификации имею в виду. Товар с высокой повторной продажей, чтобы он, соответственно, был продаваем не только на маркетплейсах, а также и, например, через сайт, через соцсети, ну, это все вместе. По товарам нужно подходить индивидуально и смотреть, потому что бывает даже в конкурентных нишах можно добавить небольшое изменение к товару, то есть там, например, поделать ручку или магнит или еще что-то. И у вас сразу появляется конкурентное преимущество товара. Поэтому все зависит от креативности вашей команды, от правильной аналитики и, соответственно, документации, правильной документации. А вообще у каждого товара, наверное, своя кнопочка, да, которая сработает? Где-то реклама, где-то еще что-то. Да, мы поэтому и пробуем все каналы продаж, потому что нет какого-то... Есть базисы, да, вот попробовать тут. Это я можно сказать. А где это сработает, иногда срабатывает там, где вообще не ждешь. Вот приведу пример. У нас тут случился казус, да, при настройке таргетированной рекламы забыли указать геолокацию. И у нас реклама каким-то боком оказалась на Мальдивах. Нам пришел запрос с Мальдив от компании, чтобы продавать женскую одежду из России. Вы можете себе представить? Никогда не знаешь, где выстрелят. Конечно, мы ориентируемся и понимаем, но бывает где-то на одной площадке лучше, на другой хуже. Это все взаимосвязано. Просто нужно всегда держать руку на пульсе и оценивать. Площадки-то ведь тоже, это не только Амазон. Мы с вами только Амазон назвали. Нет, естественно, здесь может быть и Этси, например. Вот, кстати, хорошая площадка для российских малых и средних производителей, кто что-то там сам делает руками. Вот это Этси. Это можно поставить, например, аккаунт на Walmart, это проще. Потому что Амазон – это самый такой, как вам сказать, дорогостоящий в плане выхода. Ну что еще? Через соцсети можете попробовать. Но только вот минус в чем, соцсети в России, соцсети за рубежом, они обладают разным набором функций и механизмов. И алгоритмы разные. Поэтому тоже своя история. Продукты питания – это вообще отдельно. Свои нюансы. Я просто большим количеством товаров работал. Плюс у нас, когда по услугам обращаются, например, кто-то по дизайну, кто-то по сертификации, кто-то просто с личными консультациями. Я же все равно с этими людьми потом общаюсь. Мы ходим также на форумы, порой на дни рождения. Мы узнаем, как у кого товар зашел, где их были ошибки, в чем и многое другое. И когда ты все-таки работаешь не только по своему товару, а также еще узнаешь, как у других делал, ты уже, в принципе, понимаешь, стоит лезть в ту нишу, кому-то нет. То есть, ну, совет проще спросить. Некий инсайт. А бизнес, в принципе, нужно специально ориентировать на продажу товара именно на маркетплейсах? Или там можно продать любой товар? Ну, вот опять же, мы говорим о том, что его нужно просто адаптировать для этого. Адаптировать всегда любой товар нужно, потому что есть требования в каждой стране, это не важно, Америка, Европа или Азия. В каждой стране есть свои требования по упаковкам. Второй момент, то, что маркетплейсы и B2B классические. B2B просто у вас дольше поиск, дистрибьютора будет, общение и так далее. Ну, вот представьте, вам нужно отправить, допустим, сотрудника за рубеж, чтобы найти партнеров. Вам нужно сделать первое, найти такого сотрудника, у которого язык подвешен, как говорят, без костей, более того, чтобы он понимал еще это на нескольких языках. Третий момент, билеты туда, проживание. Четвертый момент, он должен еще там поискать, найти, сделать работу, с кем договориться. Иногда подмазать этих людей, чтобы они товар ваш купили. Представьте, сколько у вас человеческого фактора, я сейчас назвал, при действиях. Если мы сравниваем это с работой на тех же самых маркетплейсах, то у вас просто человеческий фактор минимизируется, и можно при меньших инвестициях, и самое главное, временных затратах, уже начать торговать. Я думаю, такой самый простой пример, и будет он понятен очень многим людям, кто занимается бизнесом. А смотрите, а зависит ли успех на внешних рынках от величины компании, от объемов производства? Если нет, то от чего зависит? Вообще, может, американцев удивить как-то надо, надо каким-то уникальным быть? Ну, удивить их действительно проще, чем нас. Они более как-то, я не скажу искренне, с удивлением к чему-то новому относятся, куча эмоций на лице. В этом плане, конечно, они не такие скупые, как мы, или там европейцы те же самые. Второй момент. Конечно, это зависит, потому что финансирование должно быть более того, такого формата финансирования, что воспринимать это как некий тест, как некую, я не знаю, учебу. Ты деньги тратишь, и не факт, что они окупятся. Какие-то проблемы, у вас на таможене груз застрял, еще вам нужно к всему быть готовым. Проще говоря, объясню. Это такой же бизнес, это такой же магазин, как и в реальной жизни. И думать, что, например, у вас минимальные вложения, или один человек, один сотрудник закроет все потребности этого магазина, это нереально. Помимо денег, здесь и команда нужна, и опыт, и многое другое. Финансы обязательно. Без финансов за рубежом делать нечего. А тот подход, что мы иногда встречаем из разряда, вы знаете, у меня хороший продукт, или цены дешевле китайцев. Но вы на этом далеко не уедете. Это абсолютно наивное мнение, которое можно забыть, потому что вы уходите на самый конкурентный рынок. Вы что ожидаете, что там, если у вас товар хороший, в течение какого-то короткого времени не появится кто-то, кто может его скопировать и так далее. Здесь такого не будет. Мы плавно даже переходим к тому, в чем отличие по ментальности у людей в развитии бизнеса, например, в России и за рубежом. Многие компании, например, в России, кто торгует также на marketplace, у них цель развлечения прибыли здесь и сейчас. За рубежом компании они работают на капитализацию, чтобы потом, например, продать свой бренд, компанию, или команду, такое тоже бывает. Притом, раза в три, в пять дороже, чем, соответственно, эта рыночная стоимость. А вообще, смотрите, вот вы говорите, что выходя на рынок Америки, мы выходим в очень конкурентную среду, где тяжело, но игра-то, она в конечном счете стоит свеч. Ну, то есть, чувствуется, вот на примере там ваших клиентов, растут продажи, растут они в разы, то есть, все там силы, деньги, они не зря тратятся в конечном-то счете, если все получилось. Но это огромный труд не только нас и производителей также. Я вам давайте объясню проще. Убрать один негативный отзыв на площадке Амазон стоит примерно 300 долларов, и то это делается через, так сказать, услуги инсайдеров, таких еще надо найти, это высокий риск. А в России, если я такие цифры назову, людей, так сказать, волосы дымом станут. Поэтому здесь порой может стоить, порой нет, но все равно, потому что, если я вот, допустим, про себя и про нашу компанию, у нас были случаи, когда нас люди упрашивали, чтобы мы занимались, мы не стали делать, потому что мы заранее понимали, что игра не стоит тех свеч, как говорится. Слушая вас, я понимаю, что на рынке Америки успех зависит и от величины компании, и от объемов производства, потому что, если мы бизнес там небольшой, но у нас при этом большие амбиции, то, скорее всего, многого-то нам не добиться. Ну почему? Смотрите, сейчас популяризация дикая в России идет именно по маркетплейсам. Есть очень много людей, я их знаю, кто готов инвестировать в такие компании, кто вот на моменте развития у них уже что-то пошло, пошли продажи. Им очень легко привлечь инвестиции по одной простой причине, потому что весь этот бизнес, его можно очень прозрачно выстроить. И даже это аналитически ты не скроешь, сколько у тебя продажа. То есть есть инструменты, есть плагины разные, где ты можешь это посмотреть. Поэтому у таких компаний как раз-таки есть потенциал, и все зависит от того, насколько, ну так сказать, звезды сойдут с первого. Второе – это желание, соответственно, собственника бизнеса и его команды. А вот из вашего опыта общения с бизнесменами, в чем сложность и страх первого шага у них? Вы не поверите и засмеетесь, наверное, в получении визы американской. Сейчас, наверное, особенно. Сейчас особенно, да, но вот даже раньше это «ой, да там сложно получить», второе, да там, например, какие-то еще вещи, да у нас там товар не пустят еще. Ну, в общем, какие-то такие, знаете, мелочи абсолютно, которые порой даже к бизнесу отношения не имеют. Но, тем не менее, главное всегда начать и не бояться. Вот у меня, например, расскажу случай был. Вот у нас одна компания год не могла пройти верификацию на площадке «Амазон». Год с документами. Там сменили пять команд юристов, потратили немало денег и уже все сказали, ребят, забудьте. Мы говорим, окей, ну, будем пробовать. Тем не менее, мы продолжали пробовать. Вот два дня назад, например, эта компания наконец-то разблокировала свой аккаунт. Год и 18 дней, если быть точным. Поэтому здесь, наверное, надо просто бить всегда в одну точку, порой делать какие-то монотонные вещи, может быть, порой они могут быть скучные. Но, тем не менее, если вы хотите результат, кто вам сказал, что это будет легко? Те люди, кто говорят, что начните торговать с тысячей долларов и так далее, ну, эти люди, они на образовании хотят заработать, а не на бизнесе. Поэтому я к ним очень скептически отношусь, хотя некоторых и знают. И я всегда советую работать по белому, никогда не делать, так сказать, левые схемы из разряда, там, давайте пример приведу. Люди, там, допустим, делают разные ТНВД-коды, да, на товар. Например, растаможка на купальнике в Америке порядка 30%, да, на, по-моему, велосипедке 18%. И вот я не советую никогда возить купальники под кодом велосипедок, потому что очень часто иногда можно попасть на экзамен проверочный на таможне, и у вас будут очень, так сказать, проблемы потом. Когда вы подходите к внешнеэкономической деятельности, нужно все делать четко, чтобы у вас все бумажки были, все документы, потому что впоследствии это вам спасет, даже если, не дай бог, конкуренты на вас пожалуются, вы будете везде защищены. Много уже каких-то полезных вещей сказали, может быть, вы нам расскажете вообще, с чего начинается работа, как она ведется, может быть, какие-то этапы ваши услуги назовете, а дальше мы отдельно по каждой поговорим. Если услуги полного цикла компаний, по выводу, мы берем не больше, чем одну компанию в год, и, как правило, это крупные компании, с мелкими под полный цикл мы скорее консультации делаем. У нас, например, очень большой штаб дизайнеров, мы делаем, например, адаптацию упаковки к зарубежному рынку, то есть у нас еще сертификация. Вот скорее по этим услугам у нас... Отдельные услуги можете оказать. Отдельные, то есть, естественно, это разработка фирменного стиля, брендинг. А вообще основная задача это как раз предоставление комплексных услуг, то есть взять компанию и от начала до конца ее довести. Правильно я понимаю? Да, но из-за того, что мы не хотим делать все на потоке, то есть на максимальном потоке, как некоторые компании делают, мы все-таки за более индивидуальный подход, мы скорее за качество, нежели за количество. А давайте вот по порядку, то есть мы, большая компания, мы решили, что нам пора выйти на американский рынок. Как нам дальше поступать? Что вообще происходит? Ну, первое, это общение, как правило, либо первое лицо, либо собственник на нас выходит. Да, то есть даже в таких крупных компаниях должен быть заинтересован в первую очередь собственник, потому что иначе сотрудники будут, так сказать, немножко пофигистично относиться, потому что им наваливается работа лишняя. Второе, это заполнение брифа, там порядка сорока вопросов, по этому брифу мы уже понимаем, какие есть болячки, что хватает, что не хватает компании, как двигаться дальше, что нужно доделать, какие документы, ну и многое другое. Вот это так как раз предварительная консультация, которую вы можете дать любому бизнесу, да, чтобы он понял, стоит ли игра свеч. Вы знаете, мы благотворительностью не занимаемся, я не люблю тратить время и ни свое, ни сотрудников, поэтому когда у нас, например, есть услуга консультации, она стоит денег, ну а почему мы должны работать бесплатно? Некоторые у нас подходы такой, что за консультацию не платить и так далее, мы вот с такими даже не работаем, поэтому у нас бриф, все четко, по времени, даем контакты некоторые наши рабочие, потому что контакты это самое дорогое в нашей сфере. После этого мы заключаем соответственно договор, делаем аналитику, ну и дальше пошло-поехало по всем этапам. Это философия бренда, это адаптация упаковки под зарубежный рынок, это, естественно, расчет бюджета, какие каналы продаж будут задействованы, нужно ли делать там, ну как правило, мы всегда нужны, это соответственный сайт на определенной площадке, это связка со всеми соответственно аккаунтами продажными, по бухгалтерии, чтобы все было правильно, как правильно сделать договора международные, чтобы не валютный контроль в банках ни финмониторинг, потом претензий не имели. Как защитить бренд? Это обязательно важно. Подписываем, естественно, договор о неразглашении. Многое другое. Здесь, я боюсь, нам даже полутора часов не хватит, чтобы я вам все рассказал. Конечно, вы уже сказали о том, что это всегда игра. Мы всегда пробуем, мы пытаемся, и мы до конца точно не знаем, получится в конечном счете или нет. Но вот все-таки, что вы делаете для того, чтобы понять, что да, надо попробовать? Конечно, здесь помимо каких-то голых цифр, здесь всегда это первое впечатление. Как Кукушанель говорила, по-моему, да, у нас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Человеческий глаз фокусируется на изображении и принимает решение. По нашей аналитике было 3 секунды, по одного ресурса, известного, 2,7 секунды. Когда в первый момент мы тоже видим, нам примерно товар нравится или идея, и вы ее можете объяснить вашему потенциальному покупателю за этот промежуток времени, тогда стоит этим заниматься. Ну, такой небольшой от нас как бы секретик. А в остальном, в принципе, есть некоторые байсы, то есть, это качество продукта должно быть высоким. То есть, ну, давайте так скажем, на 1000 единиц товара должно быть не больше 3 единиц брака. Второе, это заинтересованность команды, хорошие, порядочные партнеры. Ну, и третье, это, соответственно, то, как вы проработали маркетинговую стратегию. Потому что маркетинг, это будет самое сложное, и нужно понять, зашли вы на рынок или нет вообще вовремя. Вот вы же не будете продавать мороженое зимой, или, как я всегда называю, простой пример, приедьте в Центральную Америку и попробуйте там продать банку черной икры за 30 долларов кому-нибудь. Там посмеются, скажут, вы что, с ума сошли, я пойду лучше стейк хороший съем или бургер. Это уже второй, наверное, шаг, да? То есть, здесь смотрим на него, а дальше мы идем и делаем анализ того рынка. Конечно. В России вам будет и дешевле это попробовать, и посмотреть дешевле. Просто умножайте все на 70, сколько сейчас? 75-76, да? Курс доллара. Вот все умножайте на 76, если вы планируете выходить, вот, соответственно, там на рынок. Я знаю, что вы сотрудничаете с российским экспортным центром. Как там строится работа ваша? Мы знали про такую организацию, туда не стремились, но затем в конце декабря 2019 года на нас вышли из фонда экспорта с начала Московской области, и мы вот с ними начали коммуницировать. Затем в апрель месяца нам позвонил руководитель направления по электронной торговле, говорит, вот вас рекомендовали, давайте, может, вы у нас аккредитацию пройдете. Я говорю, ну давайте попробуем. Для нас это скорее некое благотворительное, репутационное мероприятие, что ли назвать. Они очень много, кстати, делают, и надо отдать должное экспортному центру, потому что в последние пять лет они сделали огромный скачок. В этом направлении у нас очень хороший вектор развития у государства намечен. Это факт, и многие производители, да и крупные, могут это подтвердить. То есть здесь как бы добавить нечего. Ну, ваша-то основная там сейчас функция какая? Консультирование некое, да? Мы консультируем, да. Мы делали вебинары несколько. Мы взяли, по-моему, две компании за все это время, кому там помочь, две или три, да. Это немного на самом деле. А вообще ваши клиенты вас как находят? Сарафанное радио. Ну, вообще, я вас слушаю, мне кажется, что попасть к вам не просто, это конкурс, можно сказать. Для того, чтобы запустить удачный проект, дело даже не в деньгах, а дело в том, первое, нравится ли нам люди, с кем сотрудничают, с кем клиент обратился, потому что бывают хамы, и как бы с такими, ну, даже разговаривать не хочется, не то, что там за одним столом сидеть, уже там какие дела делать. Второе, это есть ли заинтересованность у самих собственников. Третье, нравится ли нам их идея и та философия компании, которой они придерживаются ни в один день, ни в два, ни в полгода, ни в год, а длительное время. Вот из этих факторов уже складывается. Когда я понимаю, что комфортно с такими людьми работать, конечно, мы будем дальше продолжать. А ваша философия какая? Наша философия, она у нас в компании называется All-in Up, не случайно, потому что All-in это ва-банк, Up это верх. Философия в том, что мы ищем все возможные пути, чтобы всегда выйти в топ поисковых запросов внутри маркетплейс, первое, а второе, это, соответственно, чтобы продажи росли, несмотря ни на что. Заканчивается время у нас уже. Вот вы уже, в принципе, назвали суммы, но давайте еще раз их озвучим. Какова цена выхода на рынок Америки? Давайте я Америку и Европу уточню, что мы берем каналы продаж, это Amazon, это сайт, это соцсети, еще упаковка. В среднем, то есть где-то без товара, ну, минимум, это 20 тысяч долларов, в лучшем случае, конечно, 50 тысяч долларов. Стоимость партии вашего товара, ну и, соответственно, дальше маркетинг, ну, 50-100 тысяч долларов минимум надо иметь. Притом, такие 50-100 тысяч долларов, которые для вас будут совершенно далеко не последними, вы про них можете вообще спокойно забыть и воспринимать все эти вложения как вложения в учебу, в некий опыт и приобретение его. Ну, вот та самая игра ва-банк, да, получится или нет? Да? Да. Какие у нас шансы? Я всегда говорю, 50 на 50, они такие, а почему так? Я говорю, ну, у тебя 50 процентов. Это вот как ты воспринимаешься, стакан на половину пуст или полом. Либо зайдет, либо нет, среднего недоноса. Ты все равно даже, когда понимаешь, что товар уже начал немножко продаться, органические продажи пошлет. Если ты понимаешь, то надо дальше крутить. Но бывает такое, когда приходят на рынок китайцы, просто демпингуют ценой, схлопывают нишу, вот мы это так называем в нашем жаргоне, просто нет смысла производить. Такое тоже бывает. Могу даже сказать нишу, такую буквально позавчера общались, по вторникам Клабхаус вот Амазончиков происходит, там в комнате у нас по 70, иногда 200 человек бывает. Вот ребята рассказывали пример, там в 2018 году, по-моему, тяжелые одеяла какие-то специальные, они продавали, по-моему, кстати, из России, затем продавали по цене, там, 160-180 долларов, да, а затем пришли китайцы и просто цену демпингнули до 50, и вот между собой там конкурировать, но в той нише больше делать нечего. Вот как пример. В общем-то, наверное, много раз мы уже или несколько раз это сказали, но давайте все-таки подведем какой-то итог, да, резюме, что самое главное для выхода на рынок Америки? Не бояться, не бояться, не бояться пробовать, не бояться изучать что-то новое, быть открытым, быть добрым, вежливым, воспитанным, и стараться объединять таких же людей вокруг себя. Это первое, а второе, это, конечно, качественный товар, необходимый объем инвестиций и четкий их расчет. Делать одно и то же каждый день и не бояться всех сложностей, потому что сложности всегда будут, ничего простого не бывает в этой жизни. Вот за всем этим, я имею в виду за расчетами, за аналитикой, ну и за, может быть, каким-то позитивным настроем, да, куда можно к вам обратиться, как вас найти? Элементарно, мы сейчас как раз адаптируем наш веб-сайт, там будет интегрирован чат-бот, будут показаны все наши кейсы, партнеры, клиенты, часть мы не можем, к сожалению, показать кейсу, потому что у нас договора не о разглашении, но тем не менее, сможете ознакомиться, у нас есть аккаунт в соцсетях, либо в Redstone, например, обратиться, у нас там есть на сайте информация о компании, ну и, соответственно, наш сайт. Спасибо вам, Илья, большое за разговор, доброго дня вам, доброго дня всем слушателям. Спасибо большое, хочется пожелать всем, самое главное, чтобы близкие были и вы здоровы, ваши сотрудники, и, конечно же, хороших продаж.